Мактуб и его друзья. Второй сезон, серия одиннадцатая. Кто этот мужчина? Пора немного отдохнуть, Фатма. Сегодня мы так много играли. Только сегодня, Сара. Мы каждый день играем так, как будто не играли по нескольку лет. Это Фатма, потому что сейчас каникулы. Давай наслаждаться ими, насколько это возможно, и отдавать им должное в играх. Но мне надоело играть, Сара. Как ты смотришь на то, чтобы мы занялись чем-то полезным, а потом вернулись к играм? Чем-то полезным? Дай-ка я подумаю. Ммм, придумала. Что думаешь о том, чтобы завтра нам собраться вместе и почитать Коран? Прекрасная идея. Прошу у Аллаха принять от нас это деяние. Ха-ха-ха. Фатма, а на следующий день мы вернемся к играм и веселью. А то каникулы скоро заканчиваются. Конечно, Сара. Я тебе обещаю, подруга. Ты знаешь, о ком говорится в этом аяте, Сара? С окраины города в Торопях пришел мужчина и сказал. О, мой народ, последуйте за посланниками. Хмм, не знаю. Может быть, это какой-то посланник? Не думаю. Если бы он был посланником, он бы не сказал своему народу, последуйте за посланниками. Он бы, скорее всего, сказал, последуйте за мной. Правильно мыслишь, Фатма. Но, как думаешь, кем же был этот мужчина? Может, позвоним Мактубу и спросим его? У Мактуба, конечно же, будет ответ. А, прекрасная идея. Позвони ему сейчас. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не узнаешь эту информацию. Он не отвечает. Не расстраивайся, Фатма. У меня есть решение. Мы получим эту информацию и узнаем, кто этот мужчина, упомянутый в Аяте, за считанные минуты. Как, если Мактуб нам не отвечает? Мой дедушка ответит нам, Фатма. Давай же, подруга, пойдем к нему прямо сейчас. Как ваши дела, дедушка? Аль-Хамду-ли-Лля, Сара. А как дела у тебя? И у прекрасной подруги моей внучки? Аль-Хамду-ли-Лля, дедушка. Ну же. Рассказывайте. Что вы от меня хотите? А как вы узнали, что мы от вас что-то хотим, дедушка? Уже долгое время. Вы приходите ко мне только тогда, когда что-то от меня хотите, Сара. Да, мы действительно хотим что-то от вас, дедушка. И что же это? Ну же. Расскажи мне, Фатыма. Я хочу знать, кто этот мужчина? О каком мужчине ты говоришь? Мужчина, который упомянут в этом аяте. А-а-а. С окраины города в Тарапях пришел мужчина и сказал, «О мой народ, последуйте за посланниками. Мужчина, о котором здесь говорится, девочки, это Хабиб Ан-Наджар, то есть Хабиб Плотник». А кто это, Хабиб Ан-Наджар, дедушка? Садитесь, девочки. И я расскажу вам его историю. Хабиб Ан-Наджар жил в селении, которое называлось Антакья. И это одно из мест, где жили сыны Израилевы. Это было селение неверующих людей, которые не ответили на призыв посланников и поклонялись идолам. Сначала Всевышний Аллах отправил к людям этого селения двух посланников. Потом он отправил третьего. Но жители селения все так же отрицали послания трех посланников и сочли их лжецами. Все, кроме одного мужчины, которого звали Хабиб Ан-Наджар. Он уверовал в Аллаха и поверил этим трем посланникам. Он обучался у них религиозным наукам. Пока сам не стал призывать к истине. Затем Хабиб, плотник, пришел из самого дальнего места в городе и начал распространять призыв этих посланников. Всевышний Аллах сказал о нем в Суре Яасин. С окраины города в торопях пришел мужчина. Хабиб, плотник, продолжал призывать людей к религии Всевышнего Аллаха. Но они не вняли ему и избили его. А в конце убили после того, как подвергли ужаснейшим видам пыток. Когда его душа покинула тело, Всевышний Аллах сказал ему «Войди в рай» в качестве воздаяния за его терпение и веру во Всевышнего Аллаха. Об этом человеке говорили, что он уже зашел в рай, что он живет там. И Аллах наделяет его всеми райскими плодами и благами. Он умер шахидом, мучеником за призыв к истине. А Всевышний Аллах покарал то селение, отправив ангела, который издал всего один глаз, после которого все те люди умерли. Таким был конец их неверия и надменности. А сейчас, после того, как вы узнали, кто этот мужчина, расскажите мне, что вы взяли для себя из его истории? Я убедилась в том, что исходом каждого, кто верит в Аллаха и жертвует жизнью из-за своей веры и убежденности, будет довольство Всевышнего Аллаха, и Аллах воздаст ему за эти жертвы раем и вечным наслаждением. И что каждому упрямому, несправедливому, неверующему придет конец. Результатом того, что сыны Исраиля сотворили с Хабибом Ан-Наджаром, стал гнев Аллаха и его наказание. Молодцы. А сейчас вы дадите мне допить мою чашку кофе, пока она не остыла? Дедушка, разве это возможно, что спустя столько времени ваш кофе останется горячим и не остынет? Мактуб и его друзья. Второй сезон. Серия 12. Будущий художник. Что рисуешь, Умар? Видимо, это какой-то важный рисунок, раз ты уже несколько дней подряд над ним сидишь. Это картина про людей-слона. С ней я буду участвовать в конкурсе «Художник будущего», которую наша школа проводит каждый год. Прекрасная картина, брат. Ты такой креативный художник. Но скажи мне, кто это люди-слона, которых ты рисуешь? Брат, сегодня я не могу рассказать тебе их историю. Мне нужно сосредоточиться, чтобы закончить картину. Уже завтра мне нужно принести ее в школу. А когда будут объявлены имена победителей, Умар? В тот же день, Юсуф, когда будут представлены работы. Тогда же они и объявят результаты и имена победителей. Хорошо, брат. Я желаю тебе победить. Но ты обещаешь рассказать историю людей-слона на следующий день после конкурса? Обещаю, Юсуф. А сейчас можно тебя кое о чем попросить? Конечно, Умар. Можешь меня не отвлекать, пожалуйста, чтобы я дорисовал картину. Иди в свою комнату и не забудь сделать за меня дуа, чтобы я выиграл. Хорошо, брат. Я дам тебе сосредоточиться и закончить свою картину. Буду делать дуа, чтобы ты победил. И с соизволения Аллаха на мою дуа придет ответ. А сейчас настало время объявить нашего победителя, который занял первое место. Первое место на конкурсе «Будущий художник» достается Умару. Пожалуйста, Умар. Возьми свой приз. Поздравляю тебя, Умар. Поздравляю. Я так и думал, что ты займешь первое место. Ты талантливый художник и много трудился рисуя свою картину. Да благословит тебя Аллах, сынок. Я тоже предполагал, что ты выиграешь, Умар. Ты, как сказал отец, очень, очень талантливый художник. Давай же, друг, иди и возьми уже свой приз. Хорошо, Мактуб. Большое тебе спасибо за то, что ты пришел сегодня. Пожалуйста, Умар. Давай, вперед. Они тебя зовут. А сейчас, Умар, что ты можешь сказать нашей публике и всем, кто сегодня пришел? Вначале я бы хотел поблагодарить членов жюри, которые высоко оценили мою картину и присудили ей первое место. Также я благодарю моего отца, который всегда поощряет меня к совершению любых благих и полезных дел. И вот, по милости Аллаха, я сегодня здесь. Спасибо тебе, отец, и спасибо всем за ваше внимание, за то, что пришли и поддержали меня. Юсуф, почему ты так рано встал? Сегодня же выходной. Раньше ты так не делал. Отец, я жду, когда проснется Умар. Он обещал мне рассказать историю людей-слона, по мотивам которой он нарисовал свою конкурсную картину. Видимо, Умар утомился и еще не скоро проснется. А что, если я расскажу тебе эту историю? А ты можешь ее рассказать, отец? Конечно. Слушай, сынок. История людей-слона произошла в год слона. И это год, в который родился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. В нем произошли крайне важные и опасные события. Абраха правил Йеменом. Он был крайне несправедливым и алчным правителем. Его раздражало то, что люди ездили в достопочтенную Мекку, и ему в голову пришла скверная идея. Он решил построить в Йемене церковь, украсить ее золотом, чтобы люди совершали паломничество не в Мекку, а к этой церкви. При строительстве он эксплуатировал труд йеменцев, вкусивших из-за него самые разные виды мучений. Наконец, церковь была построена. Он украсил ее золотом и различными драгоценными камнями и принялся заставлять людей совершать паломничество к ней, отказываясь от хаджа к Каабе. Но люди были против. Когда один из них услышал об этой новой церкви, он проник в нее и обмазал ее нечистотами. Тот несправедливый правитель был вне себя от гнева и поклялся, что непременно разрушит Каабу. Он начал готовить армию, в которую входили сильные мужчины, а также слоны. Так Абраха собрал 60 тысяч воинов для того, чтобы разрушить дом Аллаха. И шел во главе своей армии, пока не оказался в окрестностях Мекки. Каждый раз, как он направлял слонов в сторону Каабы, чтобы разрушить ее, они противились и останавливались. Когда же он направлял слонов в любую другую сторону, они начинали идти. В тот момент Аллах наслал на них птиц, которые держали камни из обожженной глины. В кого бы не попадал такой камень, он убивал его. Эта история произошла в год слона. Аллах защитил свой дом и святыни, и уничтожил несправедливых кяфиров. Об истории Абрахи и людей слона была ниспослана сура Альфиль. Всевышний Аллах сказал, «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных, иссохших, злаковых листьев». А сейчас, после того, как ты услышал историю людей слона, расскажи мне, что полезного ты для себя из нее извлек? В этой истории много уроков, отец. Например, то, что каждому тирану и несправедливому придет конец, каким бы сильным и могущественным он ни был, и что Аллах, аззаваджаль, защищает свои святыни от тиранов и неверующих. Да благословит тебя Аллах, сынок. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Ассаляму арахматулахи и баракату. Юсуф, ты готов послушать историю людей слона? Я хотел послушать ее от тебя, Умар, но отец тебя опередил и рассказал ее мне. Если хочешь, я сам могу рассказать ее тебе прямо сейчас. Ха-ха-ха-ха. Мактуб и его друзья. Второй сезон. Тринадцатая серия. Мой дедушка пример для подражания. Дедушка, да дарует вам Аллах благодати в вашей ферме. В ней столько благ, так много всевозможных плодов, изобилие всего, что только можно себе представить. Ах, это просто рай на земле. Хвала Аллаху. Все это милость моего Господа, который он меня почтил. Просим Аллаха даровать нам благодать в том, чем он нас наделил. Хвала Аллаху. Хвала многое и благая. А скажи мне, дедушка, что ты будешь делать со всем этим урожаем? Я поступлю с ним так же, как мой отец и дед, да помилует их Аллах и введет в райские сады без расчета. Да помилует их Аллах и дарует им рай. Хм, так скажи, дедушка, что же они оба делали с урожаем? Они делили урожай на три части. Одна часть предназначалась беднякам и нуждающимся. Другая часть оставалась для семьи. Еще одна часть возвращалась в землю. И хвала Аллаху с каждым годом Аллах давал их урожаю все большую благодать. И вы, дедушка, поступаете так же, как они? Конечно. я поступаю так же, как они. И так же будешь делать и ты, и твой отец после меня. Да благословит вас Аллах, дедушка. Да продлит вашу жизнь и наделит здоровьем и благополучием. Аминь, Аминь, Аминь. А сейчас идем раздавать урожай. Рабочие уже разложили его по машинам. Александр Екеринь. А если Я так счастлив, дедушка. Никогда не забуду это дело. И научу ему своих детей, иншаллах. Ты, Ясир, много не разговаривай. Сосредоточься на том, что делаешь. Возьмите. Я сосредоточен, дедушка. Будьте спокойны. Я все делаю так, как вы меня научили. Держи. Скажи, Ясир, сколько еще имен у нас осталось? Аль-Хамдули-Лях. Мы дали урожай уже сотни людей и истинный дарующий. Аль-Му'ты. Это Аллах. У меня в списке осталось всего 20 человек. Аль-Хамдули-Лях. Ты уж извини, что я обременил тебя этой работой. Но ты и сам попросил. Дедушка, это самая прекрасная обременительная работа в мире. Вот бы вы всегда обременяли меня такой работой. Скажи мне, Ясир, почему ты не пришел вчера? Все остальные были здесь. А... Я занимался великим делом вместе с дедушкой. И что же это за великое дело? Я помогал дедушке раздавать его урожай. Мактуб, представляешь, дедушка делает нечто очень странное. Он делит свой урожай на три части. Одна часть для бедных и нуждающихся, другая для его семьи, а третью он возвращает в землю. Его отец и дед поступали точно так же, как он. И вот я помогал ему раздавать урожай бедным. Я даже не думаю, что кто-либо когда-нибудь делал так же, как дедушка и его предки. Да нет, друг мой. Еще до них так делал один человек. И кто же это был, Мактуб? Разве я не рассказывал историю про обладателей сада? Нет. Ладно, расскажу ее тебе сейчас. Один праведный человек из Йемена владел садом, в котором было много разных плодов и благ. Этот сад был словно раем на земле. Тот человек восхвалял Аллаха и благодарил его за эту милость. Он делил урожай на три равные части. Одна треть возвращалась в землю, треть раздавалась беднякам и нуждающимся, а последняя треть оставалась членом его семьи. После того, как этот праведный человек умер, саду наследовали его пятеро сыновей. В тот год урожай у них увеличился. Когда они увидели этот огромный удел, они приступили к границе дозволенного, и одни из них сказали другим, «Наш отец поступал глупо, раздавая часть урожая бедным». Таким образом, они решили ничего никому не отдавать, чтобы приумножать свое состояние. Тогда лучший из них сказал, «Не делайте этого, следуйте пути вашего отца». Но они отказались прислушаться к его совету, и тот был вынужден принять их мнение под принуждением. Утром они собрались, чтобы выполнить свой план. Они отправились к своему саду, чтобы собрать плоды. Подойдя к нему, они увидели, что он полностью сожжен. В тот момент они осознали, что Аллах отомстил им, и принялись обвинять самих себя. Лучший из них сказал, «Вам надо было благодарить Аллаха за его милость и славить его». И они признали свой грех. Признали, что поступали несправедливо сами с собой. Вернулись к Аллаху и попросили его заменить им лучшим в этом мире и простить их вахера. История обладателей сада приводится в Коране один раз, в Суре Аль-Калям. Всевышний Аллах сказал, «Воистину мы подвергли их испытанию, подобно тому, как мы подвергли испытанию владельцев сада, когда они поклялись, что утром они непременно сорвут их, то есть плоды, но не сделали оговорки, то есть не сказали, если того пожелает Аллах. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. К утру сад был подобен мрачной ночи, то есть был погублен, а на рассвете они стали звать друг друга, «Ступайте на вашу пашню, если вы хотите сорвать плоды». Они отправились туда, разговаривая шепотом, «Не впускайте сегодня к себе бедняка». Они шли с твердым намерением и полагали, что у них достаточно сил. Когда же они увидели его, они сказали, «Мы сбились с пути, о нет, мы лишились этого». Лучший из них сказал, «Разве я не говорил вам, что надо было прославлять Аллаха?» Они сказали, «Причист наш Господь, мы были несправедливы». Они стали попрекать друг друга и сказали, «Горе нам! Мы приступили к границе дозволенного. Быть может, Господь наш даст нам взамен нечто лучшее. Воистину мы обращаемся к нашему Господу». Такими были мучения, а мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы только они знали. А сейчас скажи мне, Ясер, чему ты научился из этой истории? Я научился многим вещам. Например, я понял, что закат и милостыня являются причинами праведности и благословения. И если какие-то души впали в заблуждение, а затем поняли это, нужно не настаивать на этом заблуждении, а просить прощения у Аллаха и вернуться на истинный путь. Молодец, Ясер! Да благословит Аллах тебя и то, что делает твой дедушка. И пообещай мне, что будешь поступать так же, как он, когда вырастешь. Конечно, Мактуб! Я буду делать так же, как он. Дедушка для меня – образец для подражания. Мактуб и его друзья. Второй сезон. Серия 14. С этого дня больше никаких сладостей. Сегодня твой день, моя вкусная сладость. Я возьму всего один маленький кусочек, чтобы у меня снова не началась аллергия. Но отец сказал мне, что можно есть сладкое только один день, неделю. И не сказал, сколько именно. Вместо одного кусочка я возьму два. Но еще рано. Можно взять и три кусочка вместо двух. Возможно, я немного проголодаюсь перед сном. Возьму-ка я четыре куска, а не три. Может, моя сестра придет ко мне в комнату, и мы будем беседовать друг с другом. Возьму еще один дополнительный кусок на случай, если она придет в мою комнату. А если она не придет, я положу обратно в холодильник. Ах, забыла! Все сладости, которые я взяла, без орехов. Возьму еще столько же, только с орехами. А то хочется разнообразия. Что это за сладости, Фатима? Разве отец не говорил тебе есть меньше сладкого? Нет. Отец сказал, чтобы я ела сладкое всего один день, неделю. Так в чем проблема? Проблема в том, что сладкое вызывает у тебя аллергию и повышение температуры. Поэтому отец и сказал тебе про один день, неделю, чтобы ты гарантированно съедала мало сладостей. И ты прекрасно знаешь сама. То, что ты сейчас делаешь, это хитрость и обман. Это не понравится нашему отцу, Фатима. Да ты не переживай, сестра, я в порядке. Со мной все будет нормально. Ну же, иди сюда. Я принесла тебе кусочек. Марья, а почему ты качаешься из стороны в сторону? Фатима, что с тобой? Очень жарко. Что ж такое? Температура поднялась. Фатима! Фатима! Отец, помоги! Фатима падает в обморок! Что случилось, Марья? Она съела много сладкого. Потом у нее поднялась температура, и она потеряла сознание. Сейчас же едем в больницу. Хвала Аллаху, ты в порядке, доченька. Да защитит тебя Аллах от всего плохого, отец. Хвала Аллаху, что с тобой все нормально, Фатима. Да защитит тебя Аллах от всего плохого, сестра. Фатима, ты знаешь, почему ты здесь? Да, отец. Я съела много сладкого, но я была верна своему обещанию. Я съела все это в один день и не ела сладкого в течение недели. Ты знаешь, что я разрешил тебе есть сладкое всего один день в неделю, чтобы сберечь твое здоровье? И чтобы ты ела его очень мало. В чем тогда смысл этого запрета? Если ты съешь за один день столько сладкого, сколько бы ты съела в течение недели? А? Есть ли какой-то смысл? Отец, я сожалею, что так вышло и обещаю, что буду есть сладкое в очень маленьких количествах. Более того, я вообще не буду его есть. Никакого сладкого с этого дня. Принимаю твои извинения, Фатима. Но на будущее ты должна знать, сколько сладкого можно есть, чтобы избежать его вреда. Обещаю, отец, что такого больше не повторится. Видимо, у меня было настолько тяжелое состояние, что даже Мактуб, который обычно рано ложится спать, находится с нами в это позднее время. Я не смог не прийти, когда узнал, что ты в отделении скорой помощи. Больше не хитри так, Фатима. То, что ты сделала, напоминает мне историю людей субботы. Почему вы так на меня смотрите? Мы же в больнице. Давай, Мактуб, расскажи Фатиме и Марьям эту историю. Врач сказал, что Фатиму можно выписывать через час. Так что рассказывай. У нас есть время. Было одно еврейское селение на берегу моря. Аллах установил для них такой закон. По субботам им было запрещено ловить рыбу. В этот день они должны были посвятить себя поклонению. И Аллах испытал их тем, что рыбы приплывали к ним в большом количестве именно по субботам, а не в другие дни недели. Тогда они решили схитрить и расставить свои сети в пятницу. Рыбы приплывали в субботу, попадались в эти сети, а затем в воскресенье они вытаскивали сети. Тогда люди селения разделились на три группы. Первая группа ослушалась приказа Аллаха и ловила рыбу посредством хитрости и обмана. Другая группа держалась приказа Всевышнего Аллаха и не нарушала его. Более того, эти люди предостерегали людей от наказания Аллаха и его гнева и пытались запретить им то, что они делали. Третья группа выступала против тех, кто запрещал субботнюю рыбу. Когда грешники отказались внять увещеванием, ночью к ним пришло наказание от Аллаха, и оно не коснулось группы, которая призывала к одобряемому. Что же касается третьей группы, то не упоминается, что с ней случилось. Наказанием для грешников стало то, что они превратились в обезьян. Передается, что группа, которая запрещала порицаемое, удивилась, когда грешники не вышли к ним, как обычно. Люди этой группы сами пошли к ним и обнаружили, что те превратились в обезьян. Каждая из этих обезьян знала, кто ее родственники, но люди не могли узнать своих родственников, превратившихся в обезьян. Они сказали, «Разве мы не предупреждали вас, что Всевышний Аллах разгневается?» Через какое-то время грешники, превращенные в обезьян, умерли, не оставив после себя потомство. Всевышний Аллах сказал, «Спроси их о селении на берегу моря». Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали не в субботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали, «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали, «Чтобы оправдаться перед вашим Господом, быть может, они устрашаться». Когда они забыли о том, что им напоминали, «Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво». Когда они приступили пределы того, что им было запрещено, мы сказали им, «Будьте обезьянами презренными». И сейчас, после того, как я закончил читать эту историю, Марьям и Фатема, скажите мне, чему вы научились из сегодняшней истории? К урокам, которые можно извлечь из этой истории, относится тот факт, что человека, нарушающего приказа Аллаха, непременно ожидает прискорбный конец. Кроме того, ни в коем случае нельзя хитрить с нашим Создателем, ведь он ближе к нам, чем еремная вена. Он знает о том, что скрыто в груди, больше, чем сами люди. Каждый, кому это представляется иначе, заблудший и вводящий в заблуждение человек, который не сможет избежать наказания Аллаха, аззаваджаль. Молодец, Марьям. А ты, Фатема, поедательница сладкого, скажи мне, чему ты научилась из этой истории? Она заснула, так и не рассказав мне, чему она научилась из истории. Я такие вещи не приемлю. Пожалуйста, разбудите ее сейчас. Почему ты стоишь на улице, Умар? Ты поссорился с Мактубом и вышел из его библиотеки? Нет, Ахмад, я тут уже час стою и стучу в дверь, но Мактуб мне не открывает. Что? Это первый раз, когда Мактуб не открыл утром свою библиотеку. Думаешь, с ним случилось что-то плохое? Не знаю, Ахмад, но я начал беспокоиться за Мактуба. Может, выбьем двери и зайдем, чтобы убедиться, что он в порядке? Нет, так нельзя. Если выбивать двери, то надо позвонить в полицию, чтобы она это сделала, а не мы. Подожди-ка, Ахмад, я кое-что вспомнил. Вроде как раньше Мактуб давал отцу копию ключа от библиотеки. Сейчас позвоню ему и уточню, было ли такое. Ассаляму алейкум, отец, мы с Ахмадом сейчас у библиотеки, а Мактуб не открывает дверь. Мы боимся, что с ним случилось что-то плохое. У тебя случайно нет ключа от библиотеки? Да, чтоб ты открыл библиотеку, и мы бы удостоверились, что все в порядке. Хорошо, отец, мы тебя ждем. Отец, ты думаешь, с Мактубом что-то случилось? Это первый раз, когда он не открыл библиотеку. Не волнуйся, Юсуф. С соизволения Аллаха с Мактубом все будет хорошо. Делай дуа Аллаху, чтобы он сохранил его от всякого зла. Отец, я делаю дуа с тех пор, как мы вышли из дома. Да благословит тебя Аллах. Ну вот мы и приехали. Все, отец приехал. Ты принес с собой ключ, отец? Да, будьте спокойны. С соизволения Аллаха все будет хорошо. Вот ключ. Бисмилляхи рухмани рухим. Где ты, Мактуб? Мактуб, где ты? Я тут. Почему ты не открыл библиотеку, как обычно? С тобой все хорошо, Мактуб. Да, дядя, я в порядке. Мактуб, ты в этом уверен? Да, у меня все прекрасно, Умар. Тогда почему ты не открыл библиотеку? Говори же, Мактуб. Я проводил испытания дружбы, дядя. Что? Испытания дружбы? Да, Юсуф. Я хотел узнать, насколько вы меня цените. Действительно ли вы переживаете за меня так же, как и я за вас? И к каким выводам ты пришел, Мактуб? Я увидел, что вы меня любите и переживаете за меня. Вы лучшие друзья и лучшие соседи. Больше так не делай, Мактуб. Ты всем нам дорог. Незачем проводить подобные эксперименты. Больше не заставляй нас так волноваться за тебя. Нет, дядя, такого больше не повторится. Я убедился, что вы меня любите. Осталось всего одно дело. И я попрошу одного из вас сделать его для меня так же, как я делал его вам. Я имею право просить это у вас. Я же ваш друг. И что же это, Мактуб? Пусть один из вас расскажет мне историю. Рассказчик истории Мактуб просит нас рассказать ему историю? Да. И не просит, а настаивает, Умар. Хорошо, Мактуб. Я расскажу тебе историю. Я выбираю историю Давуда и Джалюта. Сядьте. Садитесь все, мои дети. Аллах отправил к сынам Исраила пророка, чтобы призвать их к поклонению одному единому Аллаху, призвать к подчинению его приказам и отказу от его запретов. Сыны Израилевы послушались своего пророка и продолжали поклоняться Аллаху, совершая разные виды поклонения. Они молились, постились и так далее. И вот однажды сыны Израилевы потребовали у пророка Аллаха, чтобы тот попросил Всевышнего Аллаха выбрать среди них царя, который бы стал их предводителем на пути Аллаха. Пророк Аллаха объяснил им, что если Аллах выберет для них царя, они обязаны будут беспрекословно последовать за ним. Они согласились. Выбор Аллаха пал на Талюта, но они отказались признать его царем, поскольку у Талюта не было столько богатства, сколько у них. Тогда пророк Аллаха сообщил им, что Аллах избрал его, предпочел его им и щедро одарил знаниями и статью. Также их пророк сообщил, что Аллах покажет им знамение царствия Талюта. Это было знамение от Господа людей. Ангелы принесли ковчег завета, то есть сундук, который у них забрали до этого, и в котором умиротворение от их Господа, и то, что осталось после семьи Мусы и Харуна, мир им обоим. Так Талют стал над ними царем. Когда его власть укрепилась, сыны Израилевы стали готовиться к сражению с их врагом, тираном Джалутом. Когда Талют отправился в путь с войском сынов Израилевых, их армия была многочисленной, и они должны были пройти испытания от Аллаха, в котором бы стало очевидно, кто из воинов стойкий и уверенный, а кто нет. Всевышний Аллах упомянул такие слова Талюта. «Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной». Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды. То есть тот, кто выпьет из реки, тот ослушался Аллаха, и он не сможет продолжать путь с Талютом, потому что он ослушался, и у него нет терпения и стойкости. Что же касается того, кто просто зачерпнет одну пригоршню воды, то на нем не будет греха. По итогу этого испытания большая часть армии ослушалась и напилась из реки так, как им было запрещено, за исключением немногих из них. Эта немногочисленная группа вместе с Талютом смогла проявить стойкость в сражении на пути Аллаха. И сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха? Дауд смог убить Джалута, и в дальнейшем Дауд стал царем над сынами Израилевыми. Аллах облагодетельствовал его многочисленными милостями, и после всего этого он стал пророком. Таково воздаяние творящим добро. А сейчас, поскольку я рассказал эту историю в первую очередь тебе, Мактуб, скажи мне, какие уроки можно из нее почерпнуть? К урокам истории относится то, что Аллах отвечает на дуа своих праведных рабов. И тот, кто подчиняется Аллаху, побеждает, и Аллах помогает ему. Аллах выбирает кого-то из людей не по нашим людским критериям, а выбирает их из-за мудрости, которую не знает никто, кроме него. А большинство людей делят людей на группы в соответствии с их богатством, знатностью и происхождением. Молодец, Мактуб. Просто молодец. Скажите мне, джазакаллахухейран, дядя, так же, как я говорил вам. Джазакаллахухейран, Мактуб. Мактуб и его друзья. Удот и пять его братьев. Юсуф, посмотри, что это тут под деревом? Каким деревом? Вот тут, друг. Кажется, этой птице больно. Давай посмотрим, Ясер, что с ней произошло. Давай. Это маленький Удот. Видимо, он заблудился в дороге. Или же потерялся, отбился от своей матери. У него повреждено крыло. Видимо, ему больно, Юсуф. Что будем с ним делать? Сейчас же пойдем с ним к ветеринару, чтобы он вылечил его как можно скорее. Давай, друг. Ему стало лучше Ясер. Только посмотри на него. Он выглядит таким счастливым. Хвала Аллаху, который использовал нас в спасении этого Удота до того, как с ним произошло бы что-то плохое, не дай Аллах. Хвала Аллаху. Скажи мне, Юсуф, что мы будем с ним делать после того, как вылечили его рану? Не знаю. Может, посоветуемся по этому вопросу с нашим гением? Ты имеешь в виду Мактуба? Конечно. Разве у нас есть кто-нибудь другой, такой же гениальный, как он? Давай, Ясер, позвони ему и расскажи, что произошло. И я уверен, что он очень скоро к нам придет. Хорошо, я ему позвоню. А пока что зайдем в дом, чтобы встретиться с ним там. Да, пошли. Да воздаст вам Аллах благом, друзья мои. Вы совершили прекрасное, благое дело. Спасибо, Мактуб. Но скажи, что же нам сейчас сделать с этим маленьким Удодом? Мы вернем его на дерево, под которым вы его нашли. Его мать, вероятно, ищет его и ждет. Хорошо. Береги себя, малыш. Этот Удод напомнил мне об истории пророка Сулеймана, мир ему, с Удодом. История пророка Сулеймана с Удодом? Ну уж нет. Я оставил библиотеку для того, чтобы решить проблему этого маленького Удода, а не для того, чтобы рассказывать вам историю. Бесполезно. Ну ладно, я расскажу вам ее в качестве награды за то, что вы помогли этому Удоду. В один из дней пророк Сулейман, мир ему, собрал вокруг себя птиц и осматривал их. Он заметил, что Удода нет. Сулейман разгневался, подумав, что Удод отсутствует без уважительной причины, и пригрозил его сильно наказать, вплоть до того, что зарежет его, если он не предоставит ему убедительное оправдание. Всевышний Аллах сказал об этом так. Осматривая птиц, он сказал, что со мной, почему я не вижу Удода? Или же он оказался в числе отсутствующих? Я подвергну его суровым мучениям, или же зарежу его, если он не приведет ясного довода? Узнав об этой угрозе, Удод прилетел к пророку Сулейману и стал оправдываться. Всевышний Аллах сказал об этом. Он оставался там недолго и сказал, «Я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверным известием». И Удод сообщил ему, что обнаружил народ, проживающий в регионе Саба, в Йемене, и ими правит женщина. Она управляет огромной армией, и у нее есть все, в чем нуждаются цари. Различные вещи, сила, деньги, оружие. Но те люди поклоняются не Всевышнему Аллаху. Вместо Аллаха, аз-за-ваджаль, они поклоняются Солнцу. Всевышний Аллах привел слова Удода. «Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон. Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется Солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем». Тут пророк Сулейман написал послание царицы Савской, в котором призвал ее и ее народ уверовать во Всевышнего Аллаха и повелел Удоду бросить это послание во дворец царицы Савской, так, чтобы его никто не заметил. Сулейман сказал Удоду, «Так мы убедимся в твоей правдивости и увидим, сказал ли ты правду или же являешься одним из лжецов». Удод отправился в путь и бросил то послание, как ему велел наш господин Сулейман, мир ему. Когда царица Сабы прочитала послание, она собрала свой народ и начала с ним советоваться, после чего решила отправить Сулейману подарки и посмотреть, что он с ними сделает. Сулейман убедился в правдивости Удода, отказался от подарков, и к нему прибыл трон царицы Сабы в результате мольбы одного знающего человека из людей Писания. Он обратился с дуа к Аллаху, и Аллах ответил на его дуа. Посоветовавшись со своими приближенными, царица Сабы решила лично поехать к пророку Аллаха Сулейману, поскольку поняла, что она и ее войско не смогут ему противостоять. Когда она встретилась с ним, она убедилась в том, что перед ней один из пророков Аллаха Аззаваджаль, и покорилась Аллаху, Господу миров. А сейчас, раз уж вы заставили меня рассказать эту историю, расскажите-ка мне, какую пользу вы из нее извлекли. В истории у Дода заключается много полезных уроков, и первый из них состоит в том, что одной из забот мусульманина должен быть даавад, призыв к религии Аллаха. Также мусульманину в своей жизни следует быть дисциплинированным и пунктуальным, когда он имеет дело с людьми. Он должен убеждаться в достоверности вестей, которые до него доходят, и узнавать их источники. И пророк Сулейман, мир ему, для нас пример для подражания. Молодцы! А теперь обернитесь назад! Это наш Удод и пять его братьев в нашем саду. Мактуб и его друзья. Серия 17. Туристическая поездка. Где же ты была все это время, Фатима? Расскажи мне. Сара, мы уезжали вместе с отцом. Он должен был инспектировать один из участков своей работы в Индии. Планировалась долгая командировка, поэтому он предложил нам поехать с всей семьей, чтобы мы оставались там с ним. И в то же время для нас это было что-то вроде туристической поездки. И как, Фатима, тебе понравилась эта туристическая поездка? Да, это была крайне интересная поездка. Мы посетили множество удивительных мест. Но я заметила одну странную вещь, которая меня настолько расстроила, что я до сих пор не могу поверить в то, что это возможно. И что это за странная вещь, которая расстроила тебя, Фатима? В Индии, Сара, есть группа людей, которые поклоняются коровам и тельцам. Они делают им подношения и никогда не едят их мясо. Да упасет Аллах от подобных действий! Никто до них не делал такую ужасную вещь! Прошу Аллаха наставить их на единобожие и на поклонение Ему одному! Амин, Сара! Мактуб что-то задерживается! Как думаешь, где он сейчас? Скажи мне, Мактуб, почему ты настоял на том, чтобы купить Фатиме подарок, прежде чем пойти к ней в гости? Потому что раньше она уже дарила мне подарок, а также Сара. Поэтому я хочу ответить на её доброе дело, таким же добрым поступком. Но ты должен был отвечать на этот добрый поступок из своих денег, а не из моих. Знаю. Но, дедушка, разве мы с вами не друзья? Конечно, друзья. Раз мы друзья, ваши деньги – это мои деньги. А мои деньги – это ваши деньги. И наши с вами деньги – это наши общие деньги. Что ты такое говоришь, Мактуб? Неважно. Главное, что я купил ей подарок. Таким образом, дедушка, я не останусь перед ней в моральном долгу. Хорошо. Всё, мы приехали. Выходи из моей машины, а я поеду дальше. У меня сегодня важные дела. Спасибо вам, дедушка, за то, что вы подбросили меня. И спасибо за деньги, на которые я купил подарок. Пожалуйста, Мактуб. До свидания. Вот и Мактуб пришёл. Хвала Аллаху, что ты благополучно вернулась, Фатыма. Вот, держи. Этот подарок – причина моего опоздания. Извини меня за то, что я задержался. Спасибо тебе, Мактуб. Садись, я расскажу тебе обо всём, что я видела в Индии и обо всех местах, которые я там посетила. Я уже видел все туристические места в Индии, Фатыма. Ты не сможешь меня удивить чем-то новым. В моей библиотеке есть целые тома с фотографиями туристических мест Индии. Но ты будешь поражён, когда я скажу тебе, что в Индии есть люди, которые поклоняются коровам и тельцам. Я и об этом знаю. Мактуб, получается, они делают нечто такое, чего до них никто не делал? Нет, Фатыма. До них это уже делали сыны Исраиля. Как это? Когда это произошло? Это долгая история. Хотите, чтобы я вам её рассказал? Конечно, расскажи! История начинается в тот момент, когда пророк Аллаха Муса, мир ему, оставил своего брата Гаруна сынами Исраиля, а сам пошёл на встречу со своим господом на гору Ат-Тур. Муса отсутствовал 40 дней. За это время произошла смута, и её зачинщиком стал один мужчина из Бану-Исраиль, которого звали Ас-Самири. Ас-Самири собрал украшения сынов Исраиля и выплавил из них изваяние тельца, который мычал, чтобы люди сделали его своим божеством. Арун пытался помешать им это сделать, но не смог. Они отказались внять его советом и наставлением. Когда Муса вернулся к ним и увидел, что они творят, он очень сильно разгневался. Он сжёг от этого тельца и бросил то, что от него осталось в море. Муса, мир ему, наказал того человека, который сделал тельца, изгнав его, и он стал блуждать по пустыне, куда глаза глядят. А его наказание в Ахере будет ещё хуже. И сейчас, после того, как вы прослушали историю, расскажите ко мне, чему вы из неё научились. Я научилась тому, что наставление на прямой путь в руках одного Аллаха. Несмотря на все доказательства и факты, многие люди могут сбиться с истинного пути. Я поняла, что смута и ослушание относятся к естественному состоянию сынов Исраиля. Они вели себя так не только с Мусой, мир ему. Да благословит вас Аллах, девочки. А теперь скажи мне, Фатыма, раз ты так долго была в Индии, ты привезла мне оттуда какой-нибудь подарок или сувенир? Мактуб и его друзья Серия 18 Морская рыбалка Юсуф, ты подготовил всё, что понадобится нам в поездке? Будь спокоен, брат. Я всё подготовил, как тебе и обещал. В полном порядке. И даже лучше, чем ты предполагаешь. Молодец, брат. Ты не знаешь, Мактуб поедет с нами или нет? Не знаю. Но Ясер и Ахмад сейчас у него в библиотеке и пытаются уговорить его поехать с нами. Ну же, Мактуб, пора выдвигаться. Мы скоро выезжаем. Давай, будь смелым. Поезжай вместе с нами. Нет, Ясер, я не отправлюсь в морское путешествие. Разве ты не видишь, что я сделан из бумаги? Любая вода, которая попадёт на меня, может испортить мои страницы. Не беспокойся, Мактуб. Морская вода не коснётся твоих страниц и обложки, если ты не будешь к ней приближаться. Чтобы не переживать, в течение всей поездки сиди рядом с дедушкой и никуда от него не отходи. Но высокая волна может нахлынуть внезапно. Все мы промокнем. И мои страницы и обложка испортятся. И дедушка не сможет меня защитить. Хорошо, Мактуб, как хочешь. Видимо, ты никогда не подходил близко к морю. Да, так и есть. Я не люблю море. И море не любит меня. Наслаждайтесь вашей поездкой, друзья. До встречи, Мактуб! До свидания, Ясер. До свидания, Ахмад. Желаю вам интересной поездки. Друзья, не забудьте мне завтра рассказать о том, как все прошло. Скажи мне, Ясер, почему Мактуб не пришел с вами? Он боится, что у него намокнут страницы. Я узнал, что в море враг Мактуба. Он, как всегда, так переживает за себя. Смотри, Ясер. Только взгляни на этого кита. О, он такой огромный. Этот кит, наверное, смог бы проглотить целое селение. Думаю, если бы он проглотил любое живое существо, оно бы никак не смогло спастись. Возможно. Но от него спасся один из пророков. Кого ты имеешь в виду, Ясер? Поясни более подробно. Нашего господина Юнуса, мир ему, проглотил кит. Но он спасся по милости Аллаха. Никогда не слышал эту историю. Можешь мне ее рассказать? Нет. Но когда мы вернемся, можно попросить Мактуба, чтобы он рассказал нам ее. Что вы скажете на то, чтобы я сам рассказал ее вам? Я уже закончил ловить рыбу с Умаром и Ахмадом. Да, дедушка, конечно. Расскажите нам эту историю. Всевышний Аллах поручил Юнусу, мир ему, призвать его народ к единобожию и поклонению одному Аллаху, не предавая ему никого в сотоварищи. И численность его народа составляла более ста тысяч человек. Юнус многократно пытался запретить им следовать их заблуждениям. Он призвал их к тому, чтобы они обращались только к их творцу и создателю. Он призывал их несколько лет подряд. Но из всех людей за все это время на его призыв откликнулось всего двое мужчин. Тогда Юнус вышел из своего города в гневе, потеряв надежду на то, что они когда-либо уверуют, хотя Аллах не разрешал ему оттуда уходить. Юнус вместе с группой людей сел на корабль. Когда корабль оказался посреди моря, волны начали бить по нему со всех сторон. Корабль стал крениться и был очень близок к тому, чтобы затонуть. И люди, которые были на корабле, решили сбросить за борт одного из пассажиров, чтобы уменьшить вес корабля. Они бросили жребий, чтобы выбрать этого человека. И жребий пал на Юнуса, мир ему. Люди, находившиеся на корабле, считали Юнуса праведным и благим человеком. Поэтому они решили снова бросить жребий. Они бросали его три раза подряд. И каждый раз он падал на Юнуса, мир ему. Юнус уже ничего не мог сделать и кинулся в море. Как только он оказался в воде, его проглотил кит. И так он оказался в чреве кита в трех мраках. Сначала был мрак самого кита, потом мрак моря и, наконец, мрак ночи. Он думал, что погибнет, но он пребывал в ките так, как еще не родившийся ребенок в чреве своей матери по доброте и милости Всевышнего Аллаха. Он оставался в чреве кита три дня. Будучи там, он принялся восхвалять Аллаха и говорить, «Нет божества, кроме тебя. Причистый». Поистине, я был одним из беззаконников. По велению Всевышнего Аллаха кит выбросил пророка Юнуса мир ему на сушу. Там Аллах взрастил над Юнусом тыквенное дерево, чтобы он был в ее тени и ел ее плоды. Так Всевышний Аллах спас его и вернул ему здоровье. Юнус вернулся к своему народу и обнаружил, что они уверовали и стали единобожниками. Всевышний Аллах сказал, «Помяни также человека в рыбе, который ушел в гневе и подумал, что мы не станем его преследовать». Он воззвал из мрака «Нет божества, кроме тебя». Причистый. Воистину, я был одним из беззаконников. А сейчас, когда вы прослушали историю Юнуса мир ему и кита, давайте, расскажите мне, чему вы научились из этой истории? Из истории Юнуса мир ему я научился о ценности и пользе терпения, которое должно проявляться в призыве к религии Аллаха и как нужно переносить трудности на этом пути. Я понял, что все происходит только по велению Аллаха и что Аллах, аз-за-ваджаль, заботится о своих праведных рабах и спасает их от опасностей и несчастий всегда. А ты, Ясер? А? Видимо, я поймал кита, дедушка. Что это? Это огромная кепка. Мактуф и его друзья. Серия 19. Горячие обеды. Ммм, откуда все эти порции еды, Юсуф? И что это за благое дело, в котором ты попросил меня помочь тебе сегодня? Это и есть то благое дело, о котором я говорил тебе вчера, Ясер. Отец сегодня зарезал большого теленка. Мы приготовили его мясо и разделили на порции. И сейчас начинается наша роль. И в чем заключается наша роль? Мы раздадим эту еду бедным и нуждающимся. Умар и Ахмад уже пошли раздавать порции. Мы с тобой будем делать то же самое, но только в других районах. Ммм, прекрасная идея. Я готов, друг. Но знаешь, когда я рассказал Мактубу, что иду к тебе заниматься каким-то благим делом, он тоже захотел принять в нем участие. Что скажешь, если сначала мы зайдем к Мактубу, чтобы он вместе с нами раздавал эту еду? Нет, Ясер, если мы так сделаем, еда может остыть и испортиться. Мы сначала раздадим эти порции, а после этого пойдем к Мактубу. А сейчас давай, пошли. Вы раздали всю еду без меня, Ясер. Я же говорил тебе, что хочу поучаствовать с вами в благом деле. Не упрекай меня, Мактуб. Я в этом не виноват. Мактуб, еда была горячей. Я побоялся, что если сначала мы зайдем к тебе, то еда остынет или испортится. Поэтому я предложил раздать ее и только после этого пойти к тебе. А кто приготовил еду? Вся моя семья участвовала в этом деле. Отец купил жирного теленка. Затем он воспользовался помощью мясника, который зарезал его и разделал. После чего моя мать, сестры и их подруги приготовили мясо и разделили на порции. Затем наступила роль раздачи, и мы с Юсуфом были в одной команде. А Умар с Ахмадом в другой. Каждая из команд раздавала порции в разных районах. Жирный теленок? Хм, только сегодня я читал детям рассказ о почтенных гостях Ибрагима и о том, как он зарезал для них жирного теленка. Почему вы так на меня смотрите? Хорошо, я расскажу вам эту историю за то, что вы сегодня постарались совершить это благое дело. Наш господин Ибрагим, мир ему, был известен своими многочисленными добрыми делами и тем, как хорошо он принимал всех своих гостей, как знакомых ему, так и незнакомых. В один из дней к Ибрагиму, мир ему, пришли два гостя из числа ангелов в облике людей. Он сразу же зарезал для них жирного теленка и запек его. Затем пророк Ибрагим подал своим гостям еду, думая, что они обычные люди, а не ангелы. После того, как Ибрагим мир ему поставил еду гостям, он начал наблюдать за ними и увидел, что они даже не притрагиваются к еде. Когда пророк Ибрагим увидел это, он испугался, потому что по арабским обычаям, если кто-то не ел приготовленную для него еду, это означало, что он задумал что-то плохое против хозяина дома. В этот момент ангелы заметили страх нашего господина Ибрагима и сообщили ему, что они ангелы. И также сказали, что Аллах, свят он и велик, отправил их к народу лута, чтобы ввергнуть их в погибель и наслать на них сильное мучение. Затем они сообщили ему и его жене Саре благую весть о том, что Аллах наделит Сару сыном Исхаком мир ему и что она будет жить так долго, что даже увидит своего внука Якуба мир ему. Госпожа Сара удивилась и спросила, как же она сможет родить, будучи старой и бесплодной женщиной. Но причисто Аллах, владыка царств, он дарует кому пожелает без расчета и он властен над каждой вещью. А сейчас скажите мне, чему вы научились из истории почтенных гостей Ибрагима? Я научился тому, что гостеприимство обязательно и оно относится к качествам пророков, что и проявляется в данной истории, когда наш господин Ибрагим мир ему преподнес своим гостям наилучшую еду. Также в этой истории мы видим величие Аллаха и то, что Он может творить любые чудеса. Так что даже Сара родила, несмотря на свой преклонный возраст и бесплодие. Молодцы! А сейчас пообещайте мне, что больше не будете совершать благие дела без меня. Поняли? Мактуб и его друзья серия 20 Мактуб бросает вызов. Скажи мне, Мактуб, почему мне иногда кажется, что твоя самоуверенность временами выглядит как самообольщение? Ясер, это не самообольщение. Просто я великая книга. Во мне находится бесчисленное количество информации и ответы на все вопросы. Да, уж точно не самообольщение. Что ты имеешь в виду, Юсуф? Ты надо мной издеваешься? Друг мой, когда ты говоришь, какая ты великая книга, это можно воспринять как самообольщение. И кроме того, почему ты так уверен, что у тебя есть ответы на все вопросы? Потому что это правда. Задай мне любой вопрос и я тебе отвечу. Хорошо. Дай-ка мне попробовать, Мактуб. Скажи мне, сколько пророков и посланников были упомянуты в Коране? Количество пророков и посланников упомянутых в Коране составляет 25. Правильный ответ. Он ответил даже не задумываясь. Теперь моя очередь. Это будет сложный вопрос. Скажи мне, кто тот пророк, в которого уверовали все люди из его народа? Пророк Аллаха Юнус, мир ему. Это необычная книга Ясер. Видал? Я реально великая книга. И я могу поспорить, что дам правильный ответ на любой вопрос, который мне зададут. Что с тобой, Ясер? Выглядишь расстроенным. Дедушка, Мактуба постигла самообольщение. Он постоянно восхваляет сам себя и говорит, что он великая книга. Он бросил вызов мне и Юсуфу, сказал, чтобы мы задали ему любой вопрос, и он на него ответит. И действительно, он молниеносно дал на наши вопросы правильный ответ. Это потому, что он книга, и он владеет большим количеством информации. Дедушка, он говорит, что его информация безгранична. Он преувеличивает. Знаю, дедушка, но он поспорил, чтобы кто бы не задал ему вопрос, он тут же даст на него правильный ответ. Ну ладно, может позовешь его завтра утром, чтобы я попробовал задать ему вопрос, когда этого делал ты и Юсуф. А можно дедушка? Да, Ясер. Я сейчас же ему позвоню дедушка. Также я позвоню Юсуфу, чтобы он тоже присутствовал. Ассаляму алейкум Мактуб. Тут один человек бросает тебе вызов. Он собирается задать тебе вопрос, ответ на который ты можешь не знать. Это невозможно чтобы я не знал ответа. Но в любом случае я принимаю вызов. Скажи куда и во сколько мне прийти. Завтра утром встречаемся в саду нашего дома. Я приду чтобы выиграть. Посмотрим Мактуб. Юсуфу я тоже скажу чтобы он пришел. Сообщи всем друзьям чтобы завтра они вместе со мной праздновали мою победу. А еще посмотрим. О самообольщенный. Дедушка против Мактуба. Эх надеюсь дедушка победит Мактуба чтобы тот очнулся от своего самообольщения. Ты поспорил что ответишь правильно на любой вопрос который тебе зададут. Конечно дедушка спрашивайте что пожелаете я тут же вам отвечу и ответ вне всяких сомнений будет правильным. Хорошо скажи мне Мактуб сколько было детей которые разговаривали в колыбели и кем они были Трое это Аиса мир ему ребенок который сообщил кто его настоящий отец а также младенец женщины которая расчесывала дочь фараона ответ неверный что их было четверо Мактуб в истории о людях рва Аллах наделил даром речи младенца когда его мать колеблась бросаться ли ей с ним в огонь или нет или ее хотели бросить из-за того что она придерживалась своей веры тогда этот младенец сказал ей мама прояви терпение ведь ты на истине как же так это первый раз когда я даю неправильный ответ дедушка сделал это он победил тебя мактуб я знаю что моя просьба не относилась к вашему спору в котором выиграл дедушка но можешь ли ты мактуб рассказать нам полностью историю людей рва в которой этот младенец разговаривал со своей матерью оставьте меня мне так стыдно юсуф я сам расскажу тебе эту историю пока мактуб пытается смириться с тем что с ним произошло в давние времена был один царь у которого был колдун помогавший ему во всех его делах когда колдун состарил он попросил царя прислать ему какого нибудь юношу которого он будет обучать и сделает своим преемником чтобы тот помогал царю после смерти самого колдуна и царь прислал колдуну юношу этот юноша ходил к колдуну и обучался у него а по дороге к дому колдуна юноша случайно познакомился с монахом так юноша начал периодически по дороге к колдуну заходить к монаху слушать то что он говорил ему об Аллахе о том что все в руках Аллаха и Аллах способен на каждую вещь в то время как колдун рассказывал ему что с помощью колдовства можно сделать все что угодно в результате юноша не мог понять кто из них прав монах или колдун в один из дней когда он шел по дороге он увидел огромного зверя который не давал людям свободно ходить по этой дороге и перейти ее и тогда юноша попросил Аллаха в дуа помочь ему убить этого зверя он помянул Всевышнего Аллаха затем бросил камень в зверя и убил его тогда юноша понял что Всевышний Аллах действительно способен на всякую вещь он зашел к монаху рассказал ему что произошло и тот сказал что это был успех от Аллаха и добавил чтобы он не рассказывал о нем то есть о монахе что бы ни случилось после этого популярность мальчика начала возрастать по повелению Аллаха он исцелял людей даже от неизлечимых болезней таких таких как слепота и проказа через него люди стали приближаться к Всевышнему Аллаху юноша говорил им что сам он никого не исцеляет и что все исцеление происходит с позволения Всевышнего Аллаха среди тех кого Аллах исцелил посредством мальчика был один из приближенных царя который раньше был слепым когда царь увидел что его приближенный снова видит он удивился и тот сообщил ему что зрение вернулось к нему посредством юноши и что это было не колдовство а проявление могущества Аллаха в тот момент царь разгневался поскольку он заявлял что сам является богом и внушал своим приближенным что все находится в его распоряжении и происходит с его повеления он начал пытать того человека пока тот не указал ему на юношу когда царь вызвал к себе юношу он сказал что только Аллах дает исцеление и что только Аллах достоин поклонения и царь стал пытать его до тех пор пока тот не выдал информацию про монаха царь пытался запугать своего приближенного и монаха он подверг их пыткам и призвал отречься от своей религии но те отказались и он их убил после этого к царю привели юношу и ему также предложили отречься от религии но и он отказался тогда царь велел военным отвезти его на вершину горы и сбросить вниз когда они отвели его на гору гора сильно задрожала все военные попадали и умерли а юноша снова явился к царю и сказал Аллах избавил меня от всех твоих людей тогда царь отдал его другим своим подчиненным и приказал вывести его в море на корабле и сбросить в море юноша обратился с дуа к своему господу и Аллах утопил подчиненных царя а самого юношу Аллах спас юноша снова пришел к царю и сказал что тот сможет убить его только в том случае если упомянет имя Аллаха и бросит в него стрелу из его колчана после того как соберет людей на одной возвышенности и вот наступил обещанный день царь собрал людей на одной возвышенности и сказал с именем Аллаха господа этого юноши и пустил стрелу которая поразила юношу насмерть тогда люди восстали против царя они уверовали в Аллаха и перестали верить в божественность царя царь разгневался и приказал вырыть огромные рвы и разжечь в них огонь после чего приказал своим солдатам бросать туда каждого кто не отречется от своей религии они начали расставлять людей рядами и бросать в ров тех кто откажется поклоняться царю среди тех людей была одна женщина с младенцем на руках военный спросил ее ты отрекаешься от религии Аллаха или нет и в этот момент Аллах заставил ее ребенка говорить и младенец изрек терпи мамочка ибо ты на истине и они бросили в огонь ее и ее ребенка Всевышний Аллах сказал клянусь небом с созвездиями зодиака клянусь днем обещанным клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным да сгинут собравшиеся у рва огненного поддерживаемого растопкой вот они уселись возле него будучи свидетелями того что творят с верующими а сейчас скажите мне дети чему вы научились из этой истории я научился тому что все происходит по велению одного Аллаха даже если ложь будет продолжительной Аллах все равно когда-нибудь покажет ее несостоятельность перед людьми я научился тому что жертвенность ради веры в Аллаха и единобожие это один из лучших видов жертвенности посредством нее человек приобретает рай а ты мактуб скажи чему ты научился оставьте меня дедушка с сегодняшнего дня я больше не чувствую себя великой книгой хааааааа хааааа... Редактор субтитров А.Семкин